Ребят, всем привет! Настал тот миг, тот час, когда мы завершаем марафон распаковок 19-килограммовым заказом из Японии. Вот. Распаковочка будет разбита на небольшие блоки, вы поймёте, для вашего удобства это сделано. Начну с того, что я приобрёл все книги из данной распаковки благодаря коллективу группы ВК. У них, я так полагаю, магазин, да, они этим занимаются довольно долго. Books from Japan. Вот. Ссылочку я, если что, оставлю внизу, если кому-то интересно. Вот. Заказывал я всё через них. Помимо того, что я сам выбирал, сам скидывал нужный мне товар, я ещё выиграл в этой группе два аукциона. Первый аукцион был связан с «Атакой титанов», «Атакой на титанов», «Шингеки на кёджин», как вам угодно. Вот. А именно там разыгрывалось три журнала, «Бесацию», магазин, по-моему, не так называется, в которых публиковались последние главы «Атаки на титанов». К этому ещё папка, к этому ещё шоппер, тут ещё есть наклеечка и какая-то тетрадка. Ну, что я вам так рассказываю, да, давайте показывать. Вот. Вот такая вот сумка, шумка. Шоппер. Вот. Не знаю, что я с ней делать буду. Она у меня будет просто лежать, как и многие бонусы из книг, в принципе. Отлично. А затем вот такой вот стикер, наклеечка, сэрона. Затем вот такая вот тетрадочка. С обратной стороны тетрадки у нас представлены все, все-все-все обложки всех томов «Атаки на титанов». А спереди, вот так, в полный разворот, обложка последнего 34-го тома. Без надписей каких-либо. В самой тетрадке, помимо того, что есть пустые места для заполнения, присутствуют на каждой страничке у нас ещё такие вот кадры из манги. Сейчас вам... Все показывать не буду, наверное, просто несколько покажу. Вот и всё. Вот такая вот тетрадочка. Затем вот такая вот папка. Я вам уже говорил, да, что у японцев это популярная тема. Вот такие вот стилизованные папочки делать, продавать. Так, ну и, собственно, укатилось куда-то. Ну ладно. Сами журналы. Вот такие вот, это кирпичи. Просто огромные. Вот. Это, я так полагаю, шумный журнал также. Просто чуть другого издательства. Вот и всё. Тут у нас есть вначале, возможно, целая цветная глава «Атаки». Ну, скорее всего, тут много цветных страничек. Цветная глава. Так это всё выглядит. Быстренько-быстренько показываю сейчас всё дело. Видимо, да, всё-таки целая цветная глава. Правда, затрудняюсь вам сказать, какая это глава точно по счёту, но она в наших, в российском издании явно не в первых четырёх книгах находится. То есть, это глава не из первых восьми оригинальных томов. Отлично. Ну, если так, то я вам стану, на самом деле, показывать. В общем, это третий выпуск за двадцать первый год. Здесь у нас, какая, 139 глав, да, 137 глава здесь получается «Атаки». Это у нас четвёртый выпуск. Здесь, соответственно, 138 глава «Атаки». Также у нас, по идее, должна быть в начале цветная глава. Ну, да-да-да, она на месте. Вот она. Причём, это глава, которая идёт не по порядку предыдущей. Значит, какие-то значимые главы просто они публиковали. Это глава 81. Так, ну и последний, последний журнал. Это у нас 139 глава. Журнал номер 5 за 2001 год. 2001, 2021 год. Здесь у нас в качестве бонуса ещё к журналу идёт вот такая вот папочка. Вот такая вот папочка. По «Атаке». Вначале у нас также цветная страничка полностью. Цветная глава полностью. Тут у нас что? Тут у нас глава из прошлого Леви, насколько я понимаю. То есть из сборника про Леви. Как раз таки. Да. Ну и вот она, последняя глава. Кстати, насколько я понимаю, тут нет дополнительных страниц. Ну да, я думаю, это очевидно, потому что сканы делают по журналам. Если в сканах не было этих страниц, то и в журнале, соответственно, тоже их не было. Отлично. Переходим к «Шонен Джамп». Итак, первый выпуск «Шонен Джампа» за 2021 год. На обложке у нас «Магия Геройская Академия». В качестве бонусов здесь идут наклеечки по «Машал», «Магия и мускулы», как у нас адаптировали на русском языке. Затем у нас идёт плакат по «Геройской Академии». Да, в стиле стим-панка такого. Не очень ровно, да, она как видится. Отлично. С обратной стороны этого плаката у нас постер о выходе фильма, насколько я понимаю. Так, реклама, 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 реклама. Окей. Цветная страница «Undeather Luck». Тут у нас цветная страничка «Fromus Neverland», и она же является рекламой спектакля, либо сериала «Живыми актуарами». Ну и с обратной стороны у нас рекламка фильма по «Кематин Яйба». Это первый выпуск. Затем у нас второй выпуск идёт на обложке «Доктор Стоун». Из бонусов здесь у нас нифига нет. Цветная страничка по «Доктор Стоун». Затем сразу же у нас идёт разворот цветной также. Возможно, это о выходе второго сезона аниме, да, скорее всего, так и есть. Цветная страничка по «Chains of Man». Также тут у нас, по-моему, последняя глава. Насколько я понимаю... Ну да, да, видимо, это действительно последняя глава. В первой части «Chains of Man». И у нас вот такая цветная страничка. А, я немножко отшибся. Вот она у нас. Рекламка Life Action по «Кромис Неверленду». Да, и какая-то небольшая статейка, что ли, выдержка. Так, ну и рекламка какой-то игры. Затем у нас третий и четвёртый выпуск объединённый «Шан Джампа». Тут у нас «Ван Пис», да, это... Тут у нас 999 глава «Ван Пис». В качестве бонуса здесь у нас есть первая часть огромного плаката. «Ван Пис». Вот она находится здесь. Вот она. Раскладывать я не буду, иначе. Так. Здесь у нас цветная страничка «5 невест». Еще вот такая цветная страничка. Не знаю, что это за серия. Еще что-то вот такое. Еще вот такая цветная страничка «По Машей». Так, далеко не убираем. Пятый, шестой выпуск. У меня он уже есть, я вам его уже показывал. Это еще один. Поскольку третий и четвёртый выпуск было найти нереально, пришлось брать вместе с пятым и шестым вон. Вот, они объединяются у нас вот в такую иллюстрацию. Так, вот так. Я это вам покажу. Соответственно, в этих двух журналах находятся обе части плаката, которые объединяются в один большой. Вот. Затем у нас седьмой выпуск. Тут у нас «Доктор Стоун» на бложечке. Сразу цветной разворот. Ух ты, какие здоровские фигурки. По ванну, смотрите. Ух ты, какой классный разворотчик по клеверу. Прям еще классный. Ну, вернее, не разворотик, а цветная страничка. Ну, это что-то неизвестно у меня. И с обратной стороны рекламка Геншина. Так, это был седьмой выпуск. Так, сейчас у нас двадцать четвертая. Опять же, «Доктор Стоун» на обложке. Сразу цветная страничка. Разворот. Самая лучшая цветная страничка, которую я когда-либо вообще видел. С этим выпуском всего. Затем у нас двадцать шестой выпуск. Джужу цыкайся на обложке. Кстати, он немножко пострадал. Вот здесь видно. «Анда» там лак. Понятия не имею, что это. Ну, и на обратной стороне реклама какой-то. Опять же, игры. Выпуск номер двадцать семь. С черным клевером на обложке. «Машл». Куда же без фон-сервиса. Обязательно. Затем двадцать восьмой выпуск. На обложке Sakamoto Days. «Машл». Оба еще фон-сервис. Рекламка. Магическая битва. Ну, и последний джамп на сегодня. Это выпуск двадцать девятый. «Машл» на обложке. «Битва Гарри Поттеров». Замечательно. «Доктор Стоун». Специально для меня название написали. У этой серии. Ну, и все. Тут весьма бедный. На. Светные странички. Так. Следующее, что я вам покажу, это немного манги. Оригинальной, японской. Полностью. Все серии я собрал. Тут две серии, правда, но тем не менее. Первая, это у нас «Плутон». Или «Плутон» от «Науки Уросавы». С первого по восьмой, да? С первого по восьмой дома все. Вся серия. Вот они у нас в таких вот сборничках идут, сетах. Для Японии очень популярны. Для Америки тоже, я думаю. И для Америки, я тоже думаю, такие сеты популярны весьма. Можете мне, кстати, потратить на моей памяти первые томики оригинальные, которые я держу в руках. Вот, «Плутон». Вот. Кстати, супер обложка на очень интересного качества. Я так полагаю, это рисовая бумага на самом деле. Потому что... Хм, интересно. Так. И можете посмотреть, как изнутри выглядит. Потому что, мне кажется, вот это все-таки рисовая бумага. Отлично. Внутри, кстати, она выглядит потрясающе. Очень классно, здорово. Цветная страничка. А, нет, я вас обманул. А, нет, я вас обманул. Так. 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 Соответственно, вот она как без усилий особо раскрывается. Все замечательно. Здорово. Ух ты. По скрипту она. Ну, слушайте. Прикольно выглядит. Ну что, второй. 결 opportunity. И так же много цветных страниx. сначала я вам не буду их показывать простите только заметил что у клапанов скошены углы с 4 тома у нас получается начинают обе идти на самом деле первая цветная страничка она полностью дублирует супер обложку только в меньшем масштабе поэтому смысла показывает нет плутон это у нас идейное продолжение остробоя до остробой был вот так и назывался остробой работа вот по саму тазу куда которая легла раз таки в основу мультфильма он дисней мультфильм как раз по моему остробой назывался вот манга не вспомню сейчас я недавно читал на самом деле и заключительный восьмой томик он кстати самый большой там и полоскинки из всех вот так так ну и следующее это у нас сколько оно хитом скалолаз для серия с 1 по 8 и тут 9 по 17 вот эта вся серия сразу я думаю вам можно показать даже сквозь пленку вы увидите насколько бумага желтая в отличие от плутона там то она белая здесь она прям желтая ну и вот так собственно выглядит у нас обложечка книжка тут тоже естественные странички внутренняя обложка полностью дублирует супер обложку пробложка полностью вот так на первый томик также немножко цветных страничек возможно 1 нет к сожалению ни одна ладно что хотя бы не по полу главы как плутония история потрясающая советую почитать ее всем кто хочет каких-то взрослых истории почитать очень классная история второй томик история повествует об альпинисти вернее сначала о начинающем альпинисти о пареньке который не знает заниматься в жизни как он обретает свой путь прототипом кстати это героя стал реальный существующий человек существовавший вернее человек также японец который ходил в горы без страховки правда манга все таки больше отходит от действительности концовки у манги и у жизни реального человека они разные тут кстати тоже скошенный супер обложки немножко видимо есть в этом какой-то практическая часть но история на самом деле очень классно хоть и 7 основов я ее сзади не проглотил буквально сто восемьдесят пять глав по моему там вот и все эти главы за ним прочитал и все что это очень-очень классно тем временем и пятому там подходим уже вы нет ни аниме по этой истории не соответственно мангель на русском так смогу ли я тут найти год из дальней надо же нашел в 2009 году была напечатана 12 лет назад 6 только начинаются обе у нас средные странички закончились кстати не так давно рисунок я думаю меняется это вам показывать больше не нужно если захотите почитайте сами но об этой истории я вам уже рассказывал не раз по моему даже история действительно стоящий все начиналось все довольно таки тривиально я бы сказал кстати правил глазами там потрясающе смотрите какой фрейм в этой истории очень крутой символизм прям вообще думаю на каждой странице он почти есть это конечно очень утрированно скажем но тем или не менее хочу найти показать одну страницу очень сильно если полида даже 2 они где-то в конце истории вот хочется их вам показать очень сильно вот кстати про реальную личность написано я бы сказал что эта история очень тяжелая такая для понимания для принципа чтения кстати будет по моему да отлично вот такой вот крокозябра ну вы должны понимать что монстров этой истории никаких нет все достаточно реалистичным к сожалению вторую страничку я не нашел который хотел вам показать но или не менее история очень годная советую почитать всем даже в сканах если другой возможности нет ну в наших реалиях к сожалению другой возможности просто нет но история очень очень годная так если помните упоминал я про два аукциона первое это про атаку а второй аукцион это такой вот замечательный арт-бук по мультфильму хайо миядзаки ветер крепчает арт-бук достаточно толстый тяжелый просто сейчас покажу несколько иллюстраций и потом если разберусь как сделать листалку нормально запишу обязательно листалку по всему арт-бук это можно даже сказать не арт-бук на самом деле хотя здесь есть какие-то концепт-арты но просто очень много иллюстраций из фильма я видел увидел сейчас поэтому ветер крепчает наверное топ-2 мой любимый мультфильм у миядзаки первое это навсекая вот очень не понравился на самом деле так вот тоже две иллюстрации вам показывать и все это тоже на самом деле мало хорошего такой вот полстенный арт-бук ну и последнее что мне положили в принципе в качестве бонусов это вот такой вот стакан вот такой вот замечательный стаканчик ну слушайте пусть она с девочками волшебницами это волшебница вообще не знаю что за ними вообще он зелененький это хорошо потому что зеленый мой любимый цвет замечательно будем использовать так и вот такие вот сладости на палочке клубничные топ-па и такая вот баночка куксы кукса это сахалинское слово так сахалинцы называют все дошираки в общем вообще быстрого приготовления кукса вот ну что ж попробуем так ну что спасибо вам за просмотр спасибо замечательной этой группе за то что заставили мне все эти вещи очень рад очень признателен до скорых встреч надеюсь следующее видео выйдет скоро и это будет обзор так 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 Продолжение следует...